Вот и радуйтесь своему равноправлению. А я все еще хочу, чтобы мне открывали дверь, дарили цветы и подавали пальто. Я бы даже пальто ради этого купила. Ребята, всем здорова, Саныч на сегодня. Чаечка, а почему ты на этом оставляла? Так купила бы сразу бы цветы, чтобы тебе их подарили, да купила бы сразу дверь, чтобы тебе ее открывали. В чем проблема-то, е-мое? У некоторых чаечек почему-то в голове некоторые ошибочные мысли по поводу неравноправия. Она думает, типа, если парень мне дарит цветы, подает мне пальто, открывает мне дверь, то значит это неравноправие якобы. При неравноправии, я сейчас не буду говорить то, что вот это вот сейчас описал, это оленизм обычный. Ну, баба-рапа, оленизм. А неравноправие, она сама себе дарила бы цветы, она себе открывала бы двери, да. Она себе покупала бы пальто, сама бы его одевала, она ходила бы на работу, она воспитывала бы детей, на ней был бы дом, потому что у нее прав нету. Что бы ей сказали, то бы она и делала. Ну, что, это существо без прав, это человек без прав, да. Ну, было в тех или иных странах, да, в то или иное время такая фигня. Ну, попросту раб, да. Если у человека нету прав, значит он кому-то принадлежит, да. И она с серьезным видом говорит сейчас, допустим, вот стоит рабовладелец, стоит его раб, и он берет и дарит, еще и на колено, на колено не будет одно становится, да, и дарит своему рабу цветы. Дверку ему открывает, пальто ему подает. Ну, это что, реально, что ли, такая херня? Немножко не туда завела ее извилина, так скажем. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!